Мои хорошие, всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. У нас сегодня начинается новый влог. И влог у нас начинается с того, что мы выходим по делам. Конечно, хоть Кирюха, так скажем, на больничном, но ему лучшей температуры нет. Как бы один день всего лишь побыла и все. Мы сейчас едем оформлять машину. Девочки, я не думала, что это такой геморрой, если честно. Для того, чтобы нам поставить машину на учет, нам надо было записаться по расписанию девочки, по времени, через сайт госуслугод. Именно сайт. Никаким другим способом туда нельзя попасть. Полторы суток на прошлой неделе Антон прям штрудировал это все, чтобы можно было хоть как-то туда попасть, да, уже, знаете, и чуть ли не матом там по всякому уже даже звонили как-то что-то, чтобы нам помогли. На толку ноль. Пробуйте. Пробуйте сами, как там это. Короче, кое-как, кое-как получилось записаться. И в итоге у нас сегодня Кирюха без сна. Я его не могла уложить. Он у меня проснулся в 8 утра, и я не могла его уложить. В последнее время очень сильно сопротивляется этому. Как бы, знаете, шел не отказ от сна, но я как бы не хочу, чтобы он был еще без дневного сна. Пускай остается. Так что мы поехали. Погода испортилась. На нет. Радости вышла. Документы получила на машину. Ура! Машинка наша! Ура! 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 Давай! Что, идем? Наши ребенок! Ура! Ура! Мои хорошие, мы уже дома. Кирилл, знаете, с порога зашел. Ам, 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 бедный! Я его покормила. Сейчас быстро покажу вам покупочки, какие у нас были. И буду уже все разбирать. Мы заехали в нашу лаванду и в магазин за колбасой. Антон говорит, а что колбасы не будет? Ой, набрали колбасы. Смотрите, целый вагон. Здесь печеночная колбаса. Это Антон любит. Я такое вообще, честно, не понимаю. Краковские две. Два сервилата. И вот такие вот еще молочные сосиски. Ну, здесь уже Кирилл полил. Здесь их было полкило. Ну, конечно, тут он штуки три слопал. Прям, знаете, смел. И в лаванде. Что мы взяли? Два пакета картошки. Я взяла лук, морковка. Лук, кстати, у нас по 15. Морковка по 17. Картошка белая по 16. Вышла. Так, здесь виноград. Сейчас по чеку сразу вам пробегусь. Покажу. Может, кому будет интересно. Вот морковь эта. А, еще взяла цветную капусту. Видите, по 68. Так, а это вот на фруктах что было. Взяла виноград. Две гроздинки. Да, папа машинки. Нектарина полкило. Полкилограмма помидор. Полкилограмма киви. У нас стали они стоить по 88 рублей. Папа машинки чинит, да. Килограмм огурцов взяла. Пупырчатые такие хорошие. Ну, пока еще, знаете, пока еще можно что-то толковое найти. То пока кушаем. Изюм взяла, чтобы в кашу добавлять. Он у нас по 220 белый. Вот такую вот белую сливу. Не знаю, попробую. Ну, прям мягкая-мягкая, конечно. По виду очень хорошая. Видите, прям хорошая. Обычная капуста. Она по 17 рублей. И цветная капуста. Из этого все. Ты что балуешься? И здесь у меня лежит окорочка. Я взяла там 4 килограмма. Что мне нравится, они, видите, они сразу фасованные. Сейчас просто все это вот мне убрать прямо в пакетах. И все. Так что все разбираю. Сейчас я тебе помою виноград. Помой, мой сладкий. Тихо. Тихо. Нельзя так. Помаши привет, Кирюш. Скажи, всем привет, доброе утро. У нас второй день. Да, с маме помогаю. Смотрите, сколько. Ой, нарезала-то, сделаю драники. Уже думаешь, что бы сделать, что бы сделать, да. Тут без помощника никуда. Ну, сюда будем складывать, да. Делаю сразу много, чтобы сложить Антону еще на работу. И было, что покушать. Потому что в прошлый раз они мне прям быстро улетели. Я так думаю, что... Подожди, сынок. Еще чуть-чуть. Потому что они улетят тоже быстро. За один день. Ну, с расчетом того, что Антон еще на работу сложил. Девочки, смотрите, еще вчера вот нектарины, которые брала, не нектарины, а персики. Что-то они мне... Я их разрезала, потому что что-то они какие-то мне не понравились. И попробовала они такие вот, знаете, на вкус уже, ну, не летние. Так что я с них сделаю что-то а-ля шарлотки, наверное. Что? Это лук. Понюхать хочешь? Да. Ну, понюхай давай. Сильно надо нюхать. Ты вообще ссор. Ейте! Ладно, будем молоть. Девочки, смотрите, уже замесила все. Немножко надо, чтобы постоял, чтобы клейковина заработала. Здесь я уже нарезала нектарины, немножко присыпала сахарком, чтобы так вкусненько было. И здесь у меня 6 яиц. Сейчас делают такое же тесто, как на шарлотку, в принципе, все то же самое. Да, да. Да, мама сейчас будет делать. Да. А ты что кушаешь? Ха! Колбаса. Угу. Папа ему дал колбаски. Ну, что так врезал папа? Вломал, точнее. Все, сейчас это быстро жужух. И уже же надо будет жарить. Ага. Что? Ага. Жужу, мама, вот здесь будет делать. Яйца надо взбить. Будет вкусный пирог. Смотрите, приготовила. Все, вот столько у меня получилось драников, а это Антону на работу. И вот такой вот пирог получился с нектаринами. Или персик, нектарин. Ну, короче, нормально. Еще хотела, кстати, приготовить окорочка. Думаю, у меня есть суп грибной. Сначала это пускай съедят. А потом уже буду готовить. Вот такой пирог получился. Классно? И представляете, 12 часов дня у меня все готово. Ой, красота. Девочки, уложила уже Кирилла. Ой, сижу перевариваю. Здесь такой эксцесс был. Девочки, я все в шоке. Короче, наши соседи снизу написали на нас заявление в полицию. Представляете? Причем такая туристика. Начну с самого начала. Получается, где-то в конце сентября к нам приходил сосед снизу. Он жаловался на то, что самое-самое, на что он жаловался, что у нас ребенок громко бегает, что он у нас кричит, прыгает. Есть улица, идите на улицу, пускай он там бегает, прыгает. Короче, посадите его, чтобы он не бегал, не носился. У него была жалоба на ребенка, что он у нас громко девочки бегает. Вы представляете? Антон с ним тогда разговаривал. Как раз попало так, что Антон был дома. Он с ним разговаривал. Там чуть ли не до драки тогда дошло. Антон его выставил за дверь тогда. И очень сильно у нас напугался Кирилл. Он прям плакал, он прям реально испугался. Еще тогда он у меня ночью прям, знаете, ни с того ни с сего начинал плакать. Дядя, дядя, дядя. Вот такой у него был испуг. Тут на прошлой неделе, еще Кирилл, когда еще мне не заболел, где-то был это вторник или среда, не помню точно, потому что с четверга мы на больничный ушли, ко мне пришла соседка снизу, жена его. Получается, где-то, знаете, вот мы пришли, и прошло буквально 15 минут. Она приходит, а у меня Кирилл, знаете, я его раздеваю, переодеваю, он мне начал с угла в угол просто вот бегать. Ну, короче, стучится соседка, когда, знаете, его маской пришла. Начала жаловаться, ваш ребенок так бегает, что его слышно аж на шестом этаже. Девочки, мы живем на восьмом. Я не знаю, у меня ребенок гиппопотам, что ли, что его слышно на шестом этаже. Я с ней начала нормально разговаривать. Я говорю, понимаете, что это ребенок. Он играет, он бегает, он прыгает, он кричит, он пищит. Ну, я его, говорю, что должна привязать к стулу, заткнуть рот, и чтобы он сидел. Говорю, ну, не смешно ли? И она начала, девочки, такую пургу нести, что у вас ребенок больной, что он у вас постоянно орет. Вы им не вообще не занимаетесь, он у вас сам по себе там растет. Вот когда она мне сказала девочка, что он у меня больной, меня аж вот так вот начало трясти. Я говорю, выйдите отсюда. Я ее прямо начала выгонять из вот этого, знаете, у нас как с квартиры выходишь, такой на двух соседей и дверь, получается, такая отделенная. Я ее начала выталкивать, не выталкивать, я ее даже не толкала, я ее просила просто, выставляла, вот правильно сказать, выставляла за дверь, получается, с нашей вот этого закуточка. Она вообще встала и уперлась. У меня Кирилл уже начал, мама, мама, я ее просто дверь закрыла. Говорю, выйдите отсюда. Я ее выгоняла. Он у вас орет постоянно. Вы что его заткнуть не можете, девочки? Меня прямо трясло, помню, как не знаю кого. Она ушла и я дверь железную закрыла уже. Она орет, да у вас ребенок больной, опять начала орать. Я говорю, да вы, грубо говоря, со своим мужем, займитесь. Говорю, мужем, вы что, грубо говоря, издеваетесь? А еще так, говорю, что у вас он так бегает, прыгает. Купите дом и живите в доме. Но на шестом этаже, как его могут слышать? Я не знаю, как надо доноситься, но такой бред. И в итоге она мне говорит, что я пойду, напишу заявление на вас в полицию, в органы опеки. Вами будет заниматься детская комната милиции. Короче, что она мне только не говорила. Я говорю, идите, пишите. И что вы думаете? Пришла полиция, девочки. Я вообще была в шоке. Антон открывает дверь, я как раз вот это все замесила, замутила, да, уже собиралась жарить и ставить свою а-ля шарлотку в духовку. Антон говорит, Юля, иди сюда. Я подхожу, говорю, что случилось? Он говорит, да вот. И стоят два мужика, ну не мужика, ладно, парни взрослых таких, да, в масках одеты. Я говорю, здрасте, здрасте. Я говорю, вы кто? Она говорит, на вас жалоба пошла. Я говорю, нет, ну вы скажите, кто? Говорю, полиция, говорю, не знаю, органы опеки. Говорю, откуда вы пришли? Говорю, потому что угрозы были. И получается, открыла как раз наша соседка, вот эта вот, Дина, ее зовут. У них, кстати, когда они заезжали, они приходили, жаловались на них, что они делают ремонт, что они гремят. Девочки, ну блин. До сих пор вообще отпустить это не могу. Ремонт делать нельзя, музыку слушать нельзя, бегать нельзя, дышать нельзя. Ни хрена ничего нельзя, господи. И в итоге они проходят. Можно пройти? Я говорю, проходите. Я говорю, Дин, давай, ты тоже проходи, потому что тебя эта соседка тоже, в принципе, касалась. Уже если ты со стороны, и взгляд будет со стороны. А, еще она тогда сказала, что и соседей ребенок тоже больной. Им он где-то старше, на год ему 4 будет. И он больной, понимаете? Все у них больные, кроме, блин, их самих. И они прошли, сели, дают мне читать, что она там написала. И она вот это все описывает, что он бегает, прыгает. И я к вам обращаюсь с криком о помощи. Они на мне дают жить. И все такое. Я сижу и говорю, ну и Дина уже рассказывает, как и что было. Говорит, да, мы и слышали, когда они тогда приходили, что они были как раз дома. Они слышали, что этот муж ее приходил, он тут ругался, орался. Они вообще тоже были удивлены. А вот, и она говорит, я уже прям говорю полицейским этим парням. Я говорю, ну вы понимаете, что такое ребенок? Я его должна, говорю, что привязать? Одно дело, говорю, если бы у нас какой-то гужба ночью был. Или у нас громыхала музыка. Да, мы включаем музыку, но мы не включаем ее так, что, не знаю, стены дрожат. И вообще стекла там звенят. Мы уже переросли как бы этот возраст. Такой вот, как фоновая, такой, ну фонка, да, чтобы музыка была как фон. Включаем. Кирилл у меня, ему не нужны мультики. Он их особо не смотрит. Может там посмотреть там парочку. Потом ему надо клипы включать. Он танцует, да, бегает, прыгает. Ой, господи, Юля, выдохни. И еще, да, я ему говорю, у меня, я говорю, ребенок в 9 часов ложится спать. Мы не сидим до 12, он мне не орет, не пищит. Он мне говорит, вы знаете, что по Оренбургской области, по крайней мере по Оренбургской области, так не знаю, закон есть, что в воскресенье вообще нельзя делать никакие ремонтные работы. Я говорю, это мы знаем, и музыку нельзя, то есть полная тишина должна быть, часу до трех нельзя шуметь. Получается, как сон час, когда и после 11 часов вечера. Я говорю, я прекрасно понимаю, но она приходит в 10 утра. А вот тогда муж ее пришел, пришел, что-то было с 10 до 11 утра. Она пришла тогда в 12, я говорю, понимаете, мы тогда пришли, говорю, 15 минут прошло. У меня ребенок вот так пробежался, все, говорю, она тут как тут. Я вообще, говорю, в шоке. И уже он уходит, я говорю, а нам что делать? По идее я вот за эту вот клевету, да, за вот эти вот ее, что он там ребенка моего испугал, это все тоже рассказали, он записал. Что она его больным называет. Я тоже, говорю, могу заявление на нее написать. Он мне говорит, вот мой ваш, вам совет, живите как жили. Не надо, говорит, начинать вот это вот все канифоль, потому что это, говорит, ну, ни к чему хорошему не приведет. И зачем вам эта нервотрепка есть, говорит, такие люди просто, я говорю, которые жить мешают. Он говорит, да. Я говорю, ну, а что делать? Ведь это, говорю, будет постоянно, вот чуть что, но будет приходить, будет писать заявление к вам же. Он говорит, ну что, говорит, придем, придем, вас спросим, говорит, посмотрим, развернем, все, идем, говорит, а что я, говорит, могу? Это, говорит, моя обязанность. Я вижу, что ребенок, говорит, сытый, одетый, у него, говорит, полно игрушек, в нормальном состоянии, никакой не больной, говорит, все нормально. Я не знаю, девочки сейчас, что делать. Напишите, что бы вы, что бы вы сделали в такой ситуации, потому что я, они ушли, понимаете, меня вот так вот трясет, думаю, блин, ну вот, у нее или детей не было, или я вообще не знаю, что. Ну как, вот как, жаловаться на ребенка, что ребенок, блин, громко бегает. Слышно до шестого этажа, с восьмого, два этажа, да, слышат. У меня, у родителей, соседей, вот, у них там реально слышно. Они там так носятся, что там аж люстры, блин, трясутся. Вот там они носятся. Но у нас здесь-то... Ой, короче, девочки, я прям сижу. Антон, да ладно, успокойся, посмею. Я говорю, ты понимаешь, что ты вот успокойся, а меня прям вот трясет. Я вообще в шоке от таких людей. Оооо. Ладно, девочки, вам немножко выговорилась, пожаловалась. Пойду немножко полежу, отдохну, выдохну, пока Кирюха спит с ним, с ним полежу в тишине. Ох, соседи, не зря, знаете, говорят, что не купи квартиру, а купи соседей. У нас, конечно, не купи квартиру, но смысл понятен. Ладно, девочки, пойду успокаиваться. Напишите, что бы вы посоветовали или сделали в такой ситуации. Но я не знаю, уже, знаете, уже, мне кажется, если вот она будет приходить постоянно, я просто сама на нее заявление напишу. Потому что вот это вот терпеть, и вот это вот, знаете, как на цыпочках ходить. Кирилл, не бегай, Кирилл, не кричи. Кирилл, Кирилл, да что это вдруг? Белый день на дворе и всю тишину создайте. Берем. Продолжение следует...